В 2013 году Оксана Старожилова приобрела автомобиль в кредит по просьбе своего молодого человека, который обещал все оплатить. Но спустя время женщина узнала, что машина больше ей не принадлежит. Мужчина переоформил ее на свою мать. А подпись Оксаны Геннадьевны подделали. Это она доказала независимой экспертизой. Уголовное дело о мошенничестве полиция возбудила спустя два года. В течение последующих нескольких лет расследование приостанавливали из-за неустановления лица. То есть они его закрывают, а мы его через суд возобновляем. То есть они его закрывают, мы его через суд опять возобновляем. И вот так 9 лет. Женщина обращалась в суд. Суд признал затягивание уголовного дела. Ей назначили компенсацию. Телекомпания ТВК отправила запрос в Главное управление МВД России по Новосибирской области. Из ответа следует, что уголовное дело расследуется. Дополнительная информация не может быть предоставлена в связи с проведением предварительного расследования в форме дознания. А между тем, через полтора года истекут сроки давности уголовного дела и его закроют.